В момент самого столкновения находился водитель Витаса. Сам Витас находился около машины вместе со своей семьей. Естественно, как очень узнаваемый человек, к сожалению, он сразу попал в этот цейтнот. Весь ужас, на мой взгляд, ситуации состоял даже не в том, что он начал какое-то общение, а не, собственно, на мой взгляд, правильно было бы оставить документы, оставить уполномоченного человека и покинуть место происшествия, поскольку он не управлял транспортным средством, его там ничего не держало. А где в этот момент был водитель, и как его зовут? Водитель давал показания в машине полиции. Как его зовут, Сергей? Как водителя зовут? Михаил Семенов. Михаил? Михаил Семенов. Ну, то, что Витас сейчас в больнице, и то, что с его женой... А что с ним? Что с Витасом? Диагноз был сердечной недостаточной, с которым он попал в больницу. То есть он лежит в кардиологии? Ну, сейчас он лежит в реабилитационной палате, я не знаю, в профиле, как правильно его назвать. Какие-то проблемы... Сергей, какие-то есть проблемы еще со здоровьем у Витаса? Гематома, выгод плеча был... Тоже будем разбираться, в связи с чем, человека, который не пытался там с кем-то разобраться, почему его крутили в наручники, там ставили фактически на колени. Вообще это безумие, на самом деле. Сергей, я сейчас разговаривал с Витасом, да, и он сказал, во-первых, что у него сломана рука, сказал, что у него сотрясение мозга, и водителя зовут Сергей. Ну, я не знаю, если это Витас был, то значит, какие-то лечебные процедуры продолжаются. Извините, связь прервалась. Красавчик режиссер! Молодец! Все понял, бросил трубку красиво. Они просто спалились сейчас! Витас в сюжете или то, что сняли на ВВЦ? Да всегда он человек, он живой. Я его чисто по-человечески очень жалею, мне очень его жалко, безумно. И мне кажется, что он просто, ну, он просто чувствует себя очень плохо. Как вы думаете?